Матфея, 9 глава, с 10 по 13 стих. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлеглись с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его, для чего учитель Ваш ест и пьет с мытарями и грешниками. Иисус же, услышав это, сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные, пойдите научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Второй текст говорит немножко о другом, но в самом размышлении, которое мы приведем с вами, я думаю, он станет нам понятным и проговорит в наше сердце. Иоанна, 6 глава, 66 стих. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, не хотите ли вы и вы отойти? Не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Мы видим неожиданную такую картину, когда ученики, ходившие с Ним, по определенным причинам оставили Спасителя. Мой вопрос первый, который я хочу задать сейчас, почему люди уходят из церкви? Я не подразумеваю какую-то конкретную общину, нашу или другую. Сегодня я утром проповедовал в одной церкви, сейчас в другой. Я говорю вообще о церкви, которая без сомнения имеет выражение в поместной общине, без сомнения является какой-то определенной частью, семьей. И на первый взгляд на этот вопрос ответить очень легко. Люди уходят из церкви или вообще человек покидает какое-либо место, какое-либо сообщество, потому что он или не получил того, что ожидал, или ему там стало как-то нехорошо. Ну, то есть он не почувствовал того, что желал почувствовать. Значит, надо в церкви что-то исправлять. Мы делаем обычный вывод. Для этого сегодня существует огромное количество идей, проектов, готовых рецептов, пишутся книги, различные мотивационные программы, воспользуйся, и люди перестанут уходить. Есть определенные вещи. В общем, вернусь к тому, о чем говорил. Если люди уходят, ответ очевиден, наверное, из-за недостатков, с которыми они столкнулись и не смогли преодолеть. Вот второй вопрос. А почему люди остаются? Феноменально в этом, что есть те, кто остаются, причем они не слепцы, они знают об изъянах, они знают о проблемах, они осведомлены о недостатках. Они остаются. И тогда следующий вопрос. А зачем вообще мы приходим в церковь? Когда человек куда-либо приходит, он чего-то ждет. Он имеет определенные желания, стремления. Все, что есть, оно создано для определенных задач. И куда бы мы ни шли, если мы идем в строительный магазин, мы идем туда за инструментами или строительными материалами, правда? Никто из нас не переживает, что в строительном магазине ему не предложат помыться в душевой кабине, которая там выставлена. Если мы идем в библиотеку, друзья мои, мы идем туда за книгами, а не для того, чтобы обедать, согласитесь. Хотя мы знаем, что у библиотекаря какой-то бутербродик припасен. А может и баночка с борщом, и с домом, мы знаем. Но у нас не хватает вот такого уверенного состояния, чтобы пойти в строительный магазин и требовать там услуг бани или в библиотеке услуг столовой. Мы идем в библиотеку за книгами, в строительном магазине покупаем доски, необходимые инструменты, гвозди, обедаем в столовой, в ресторане. У всего есть определенные цели предназначения. А какая же цель церкви? Какое ее предназначение? Для чего она существует на земле? Мы понимаем, что эта цель необычная. Потому что она не относится к земному измерению. Все, что мы могли бы подвести, как земное понимание для церкви, общество, общение, как мы любим, говорит различные программы, то, другое, третье, это все существует. Но главнейшая цель церкви – это спасение души человека. Спасение души вечную жизнь. Это выше всего временного и бременного, и бренного. И согласитесь, что все, что содействует этой цели, всякие программы, всякие устройства, оно будет благословляться церкви, поощряться. Все, что мешает, отвергается. Итак, что же такое церковь? Для чего мы приходим изначально сюда? Мы приходим, чтобы обретать спасение и жить в спасении, которое нам даровано Господом. Мы понимаем, что спасение – это нечто особенное, наверное, когда мы говорим в бытовом смысле. Обычный пример, который мы видим в быту – ну, спасти человека. Тонет корабль, горит дом. Ну, все понятно. Взять его, вытащить, спасти от неминуемой гибели того, кто сам себе помочь не может. Но, с другой стороны, понимаешь, земные примеры не очень удачны, потому что все находятся в подобном положении. Тот пожарный, который спасает человека из пожара, и тот телезритель, который смотрит репортаж об этом по телевизору, тоже умрет. Другое дело, что есть небольшая разница, подчеркиваю, небольшая. Даже по человеческому измерению, в дате их смерти, и смерть отсрочена лишь. Да для чего все это? Для чего жизнь, радость, страдания, героизм, предательство, борьба, малодушие, любовь, ненависть? Для чего все это? Все, чем мы живем? Написано, что дни наших лет 70, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим, и, согласитесь, порой не зная куда и пролетая над многим, где бы нужно остановиться, и наполняя этот полет различными вещами, которые обременяют этот полет. Но не так просто радоваться человеку, когда все-таки внутри себя он осознает, что обратный отчет включен. Как только ты родился, ты начал умирать. И день рождения – это самый лучший праздник, поет детская песня, это еще ближе к смерти на один год, согласитесь, дальше от жизни. Как это ни странно звучит, то есть родившись однажды, ты имеешь приближение к своему завершению. И вот церковь открывает совершенно иное. Смерть тела не прекращает бытие личности. Но после смерти личность выходит на неизмеримый больший этап. Она наследует вечности. Церковь проповедует о том, что Бог восстановит и тела, которые станут обладать неземной природой, что нас ожидает новый мир. Таков великий финал человечества. Но, оказывается, человек должен приготовить себя. К чему? К тому, чтобы принять благо жизни будущего века. Мы все уверены, что Бог благ, то есть Он наполнен добротой, Он желает благо дать. Мы понимаем, слово благодать – это дать благу и ничто иное. Бог – источник благ, Он изъевает их на всех, но каждый приощается к этому благу, насколько Он уготовил себя воспринимающим. Тут такой дикий вопрос. Как это так? Приготовить себя к чему-то доброму. Если Бог дает добро, как же от Него можно отказаться? Бог дает – бери и радуйся, но к несчастью, друзья мои, мы даже земные блага отвергаем с большой периодичностью. Самый простой пример, ну, как бы мы сказали, ну, скажем, здоровье, да? Здоровье – это благо. Разве плохо быть здоровым? Кто скажет, что нет? Разве хорошо болеть? Да, плохо болеть, хорошо быть здоровым. Но, однако, люди каким-то образом постоянно поступают в большинстве своем так, чтобы от этого блага избавиться. Я уже не говорю о каких-то нарушениях обычных, а уже об эвепиющих, да? Люди убивают себя многими вещами, в том числе и те, которые разрушают алкоголь, курение, наркотики. То есть, это благо, но человек отказывается от него. Мир, мы говорим, благо, согласие, благо, но история человечества, войны. И вот как же так, если мы не готовы принять земное, готовы ли мы принять небесное? Дело в том, что если мы остаемся с теми же несовершенствами и с духовными болезнями, которые есть в нас, мы не можем приобщиться ко Христу в той степени и в той мере, которая предлагается нам Богом. Ведь Он спасает нас от грехов. Заметьте. Спасение в Библии, осуществленное Мессией, происходит от грехов, а не вместе с нашими грехами. Чувствуете разницу? Не вместе с грехами нас спасает Спаситель, а от грехов, отделяя от грехов, чтобы в духовном мире произошло это соединение, а это единство и есть спасение. Если спасение только юридическое, без преображения внутренности человека, то это несправедливый и неверный подход. Потому что в духовном мире, мы понимаем, нет ничего нечистого. Значит, устремление души человека должно быть к Богу, который и очистит эту душу, душу, которая желает этого очищения. И хотя я скажу, что желания одного мало, даже в физическом мире, вот человек хочет бросить курить, предположим, и не может это сделать, а с душой еще сложнее, например, захотел перестать осуждать, перестать завидовать. Что сделать? Что нужно для этого сделать? Кто подскажет? Может быть, какой-то мускул напрячь определенный, или в какую-то позицию встать? Ведь мы знаем, что в наших мыслях, в нашей душе живет то, что мы сами считаем недолжным и неприглядным. Как сделать эту душу свободной, чистой? Водой не вымоешь, не освежишь ее одеколоном. Как очистить ее от грязи, которая и не дает нам вполне принять вот эти блага вечной жизни, противиться им? Отец, ответ один. Обратиться к тому, кто сам чист. Обратиться к Богу, очищающему, к Спасителю. Вот почему люди остаются в церкви. Потому что церковь – это собрание тех, кто поняли, что сами себя они очистить не могут. Что сами по себе они не могут избавиться от греховной грязи. Они осознали себя погибшими, больными, болезнами духовно. Они поняли себя как грешников, а не праведников. Поэтому, обратившись ко Христу за спасением, заметьте, не за земными благами, не изоциальных проблем, но они призывают имя Божие, потому что они осознают, от чего их спасать. И здесь люди в церкви не просто сетуют на свои грехи, но они получают помощь сверхъестественным образом. Кто искренне каялся в своей душе, молился, так как мы слышали сегодня, самой глубиной своего сердца, участвовал в вечере и старался жить по Слову Божьему, хотя бы своими мыслями и чувствами устремляют к Всевышнему, тот знает, как Бог очищает, как происходит в его жизни освобождение от влечения греха. Вы знаете, Иисус сказал такие слова, врач нужен нездоровому, а болезненному, больному. Я думаю, что церковь можно уподобить больнице. Нездоровый имеет нужду во враче, а больный. Врач – это Иисус Христос. А мы пациенты, все пациенты, пришедшие к Нему. Причем, кто-то очень больный, кто-то на стадии выздоровления, кто-то помогает другим. Мы болящие, надеющиеся на исцеление своих духовных недугов. Кстати, чтобы понять, что такое больница, нужно побывать в ней. Я помню вот эти советские больницы, старые, сам какое-то время работал в хирургии и даже лежал впоследствии. В общем, всех их связывает одно и то же. Там плохо пахло, правда? Там было очень трудно уснуть от стонов соседей, потому что людям больно. Люди, с которыми ты там встречаешься в этой больнице, они порой плачут, они жалуются, им больно. Люди там бывают раздражительны и даже грубые от мучающих болей. Кстати, надо отметить, что эти люди через некоторое время становятся очень любезными. Когда боль отпускает, удивляешься, как этот человек, который лежал на соседней койке, он начинает помогать тому, кто находится рядом. Никто друг друга не осуждает, в каком смысле. Если у тебя болит нога, я же не нормальный, чтобы осуждать того, у кого болит рука. Все понимают, что они нуждаются во враче. Они живут в этой больнице, хотя порой лежать в хирургическом отделении, спать не очень-то приятно. Но у них есть серьезнейшая причина. Там работает врач, о котором они знают, что он способен их вылечить. Они очень ясно понимают, что дома нет надежды. Ты не сможешь помочь себе сам. Поэтому эти люди соблюдают режим, они делают все возможное, что предлагается врачом. Они осуществляют процедуры, которые прописывает врач, принимают лекарства, потому что их надежда на этого врача, друзья мои, он может спасти их жизнь. И даже если кровать в коридоре, и финансирование больницы не очень, и санитарки не такие приветливые, как хотелось бы. Иногда в санитарке, в работе забывают улыбнуться, и перед каждым сделают реверанс и поклон. Для этого больного не так уж важно, потому что он знает в этой больнице самый лучший врач. И он сделает все, что необходимо. Я хочу привести, может быть, это не самая удачная параллель, но и в церкви нечто подобное. Если человек ищет в ней неисцеление его души, которое можно называть разными словами, освящение, преобразование, спасение, как хотите, но все это говорит о том, что он однажды ощутил страшную поврежденность грехом. Он ощутил, что кроме внешних вещей, видимых грехов, на которые мы часто делаем ставку, потому что как только человек от них избавляется, он чувствует себя, но особо хорошо. Но если он выходит во свет Божий, он обнаруживает, что оказывается, помимо этих внешних вопиющих вещей, есть глубочайшие внутренние повреждения. Внутренние повреждения, внутренние болезни, которые необходимо открыть, чтобы врач наш, спаситель, исцелил эти болезни. Если человек не ощутил страшной поврежденности грехом, если человек ищет в церкви неисцеление души, то он подвергнется серьезнейшему испытанию. Он потеряет смысл вообще своего пребывания в обществе. 1 Петра 2,5. Такие слова. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Кстати, если мы берем богословие апостола Павла, он вносит, и не только он, мы видим у Петра нечто подобное, он вносит откровение, которое, в принципе, не являлось новым, потому что оно в еврейской среде существовало и до этого. Он говорит, «Вы – храм Духа Святого». Евреи так и понимали, что общность людей, она изначально составляет храм, а уже земной храм строится на основании присутствия этой общности. И если эта общность разобщается, то нет причин существования земному храму. За это и был разрушен, как говорили евреи, первый храм был разрушен за идолопоклонство, кровопролитие и разврат. Второй храм – за беспричинную ненависть. И мы понимаем, что это так, которая вылилась в кульминации своей в распятии Сына Божьего. Так вот, это откровение, о котором говорят и напоминают апостолы, «Вы – храм Святого Духа». Я знаю, что обычно с кафедры проповедуется это, как «Ты – храм Святого Духа». И, в принципе, конечно, в этом есть глубочайший смысл. Но надо отметить, что все-таки апостолы используют слово «вы». «Вы», подразумевая общность людей, которые одним духом соединены в одно тело, подразумевая некую общность тех, кто однажды, раскаивавшись в своих грехах, приняли вот это благо вечной жизни и открылись для того, чтобы это благо приходило вновь и вновь. И апостол Петр говорит нам, «Устрояйте из себя дом духовный». То есть, из себя, из нас, в буквальном смысле. Есть три этапа строительства личности человека, вот этого духовного храма, как на уровне самой личности, так и на уровне, наверное, своего проявления в церкви. Не секрет, когда человек обращается к Господу впервые, и если это, как мы говорим, драматическое обращение, ну, в том плане и в том смысле, что нечто было потрясено в этой душе, первый этап жизни человека, который, в общем-то, должен был бы быть постоянным этапом, но так уж сложилось, я называю этот первый этап этапом первой любви или милосердия. Когда свыше во всем приходит помощь. Ты даже не успел помолиться, только подумал, ответ тут же. Когда посылается свыше подъем в одушевление, ощущение всего нового, и все достигается хорошо. О чем идет речь? Это первое знакомство с верой, человек начинает учиться, слушать проповеди, входит в общение, и окунается в церковь, и сначала его все привлекает, потому что, ну, вообще новизна привлекает. А тут человек восхищается глубиной проповеди. Он радуется общению с приятными людьми. Он таких не встречал, таких не видел. Люди разные, есть немножко странные, но есть вообще прекрасные, замечательные. Он радуется тому, что можно поговорить на такие глубокие темы, и тебя поймут и выслушают. Он обсуждает какие-то учения, доктрины, богословские вопросы. Можно подойти к пресвитеру и рассказать, о чем ты думаешь. Это подобно волне милосердия, которая приходит в нашу жизнь. Все новое, интересное, удивляет, привлекает, восхищает, и даже развлекает, и даже поется хорошо. И чтобы не предлагали тебе петь, все поется, потому что все кругом прекрасно и идеально. душа расширяется и хочет знать еще. И так продолжается достаточно долго, я не скажу, что коротко. Это милость небес, но надо знать, что храм на самом деле души еще не построен. Это только начало, первый столб, он необходим, но на нем одном ничего построить нельзя. Дело в том, что никакая, нигде, никогда, ни в церковной жизни, ни в не церковной. У здорового человека восторженная увлеченность не продолжается все время. После этого неизбежно в жизнь человека приходит следующий этап, достаточно отдаленный и противоположный первому, когда постепенное первое воодушевление от новизны уходит и заменяется чем-то другим, обыденностью. Служение становится привычными, предсказуемыми. Пастырь или какой-либо другой ведущий проповедник, ты уже знаешь его коленца, ты уже знаешь, что он в 150-й раз скажет, ну, я вам напомню историю, я как-то вам ее рассказывал, ну, а он рассказывал только в прошлый раз, и в принципе, ты уже знаешь многое вообще о жизни церкви, и как Бог в ангелах усматривает недостатки, а ты в служителях теперь видишь много несимпатичных качеств, и даже, что они ходят в туалет. мы удивляемся, как это так, это вообще. Ведь, когда мы пришли в собрание, помните, как я когда-то вам рассказывал, эта история, да, когда-то, один раз, помните, как, дай Бог самому вспомнить, слишком много рассказывал, когда одного спрашивают, как ты себя чувствовал, когда ты пришел в церковь? Он говорит, я смотрел вокруг, говорит, все люди вокруг для меня были аки ангелы Божии. Я чувствовал себя грешником, нечистым, а кругом все были ангелы. Я говорю, сейчас прошло 10 лет, как сейчас? Говорит, бесы вокруг. Реальные бесяры просто. Как не посмотрят, злодея кругом. Почему? Потому что тогда он пришел с глубочайшим осознанием своей нужды. А сейчас? А сейчас он смотрит на всех, и все стало привычным, и он разочаровывается. Этот совет старый, который я хочу повторить, чтобы не разочаровываться, нужно не очаровываться. Это простая идея. То есть, если мы не позволим себе очаровываться кем-то или чем-то, то мы никогда не разочаруемся. С одной стороны, у человека создается такое впечатление, а что еще надо знать? Я уже все познал. Ну, то есть, по идее, как бы Библию прочел, то есть, все практически знаю. О чем только не начали, говорит, а я это уже слышал. Ну, как бы, слышал. Проповеди стали такими, ну, один говорит, жару мало, другой бы, ну, что бы такое, вот бы поинтеллигентнее, поумнее бы. А с другой стороны, ты себя ловишь на том, что даже элементарные вещи понять не можешь. Вот такой парадокс. С одной стороны, вроде, знаешь все о чем-нибудь и как-нибудь, а в голове, на самом деле, все перемешано в кипящем котле вот в такую кашу абсолютную. То есть, правда, оттуда можно черпать все идеи, совершенно все доктрины, потому что ты о них слышал. Ну, они совершеннейшая каша. То есть, совершенно смешаны друг с другом. И ты понимаешь, чтобы все это познать ясно, надо потратить очень много сил, усилий. И как подумаешь об этом, тяжело. Потому что на том первом периоде все приходило как? Без усилий. У меня один брат в фейсбуке пишет, точнее, он с кем-то переписывается. Я знаю, этого брата не буду называть. И он пишет такую идею. Да что вы там какие-то умные вещи все время говорите? У меня, мне вот так вот, ух, ух, мне так, ну, в общем, хорошо ему. Нет, я понимаю хорошо, а ему отвечает, может быть, когда-нибудь Бог тебе скажет, может быть, ты прислушаешься, начни думать, Коля. То есть, как бы, а как думать? Потому что ты ни о чем не думал, не задумывался, период воодушевления, вот такое, я бы сказал, даже сверхъестественное, искусственное воодушевление, которое дает Бог в начале всякого этапа, в принципе, во всяком деле. А трудиться совсем не привык, потому что для того, чтобы разобраться и начать понимать жизнь, нужно методически учиться, нужно посещать библейскую школу. А зачем? Ведь знание надмивает. мы можем и так третировать апостола Павла, переводя его слова. В поту трудиться не привыкли. Настроение падает, заодно в этот период жизни особо открывает глаза плоть. Как я говорил, если раньше замечали все хорошее, а теперь прыгают недостатки в глаза. то есть, куда не повернешься, свиные уши. Ну, потому что вот направо посмотрел, да, религиозники перегибают. Налево посмотрел, наоборот, не догнули. Ну, как бы, что-то тут вот так. В общем, вокруг посмотрел, позор, безобразие вокруг. Разве так себя верующие ведут, куда я попал? Или куда мы попали? Ну, находятся еще подобные люди, которые говорят, да-да, именно-именно. Начинаются разброты, шатания, закладываются, закрадываются в душу сомнения, и все становится труднее и труднее. Уже ничего не вдохновляет, как раньше. Не так все интересно. Нет ничего нового, говорит человек, забывая, что новое, если Бог что-то открывает, новое, это, опять же, благо, которое дается тому, чья душа открыта для чего? Чтобы воспринять его. Бог ничего не бросает на ветер. Он через Иисуса сказал, жемчуг свиньям не бросайте. А если свинская душа, то ничего, она кричит, нового нет, жемчугов нет. Понимаете? Да, нет. То есть, или нет, да, хороший русский язык. Ну, в общем, ничего нет, потому что душа не способна, оказалось, воспринять то, что ей дает Всевышний. Поскольку она и не желает, на самом деле, нового, потому что она не собирается с ним ничего делать, то есть, ей бы старое удержать и исполнить. Учиться не хочет, развиваться не хочет, молиться не хочет. И мы забываем в тот момент, что истинная вера не определяется количеством прослушанных проповедей, хотя мы понимаем, что верующий человек, он стремится слушать Слово, даже не чистотой посещения богослужений, хотя возрожденная душа не может без них, истинная вера – это стремление воплотить Евангелие в свою жизнь, в реальности воплотить Евангелие. Что мне дала вера? Мне много чего. Радость, мир, покой. А ведь плод духа – это не то, что я сам ощущаю, как мы часто думаем. Много раз пример приводил. Ни виноград, ни яблоня не ест свои яблоки. И апельсины, апельсины не едят. А если бы они ели в страшном бреду, можно представить, и говорили вкусные, сочные, красные, прекрасные, удивительные, извини меня, яблоня, не звенил виноград, я пробую, не кислый он или нет. Плод не для тебя, а для других. То есть, конечно, ты будешь ощущать аромат этого плода так же. Но вопрос в чем? Стало ли от твоей веры лучше, чище для других? Стало ли спокойнее людям? Можно ли довериться тебе теперь? Или как прежде за пазухой камень и нож за спиной? Смотрите, вера это стремление воплотить Евангелие в свою жизнь. Это не то, чтобы попасть на небеса. Да, мы читаем об этом в Евангелиях очень много. Точнее, в посланиях. Апостол Павел говорит, мне лучше разрешиться и быть со Христом. И мы говорим, аллилуйя, я быстрее бы, быстрее бы. Да чего ради, быстрее бы. Он-то о себе сказал, течение совершил и веру сохранил. А ты? А я? То есть, мы берем вот ту последнюю часть, мне бы лучше. Вот если бы я был в состоянии, как апостол Павел, так и да. А вот сегодняшним мне бы лучше бежать, торопиться, исполнять Слово Господне, жить по этому Слову, передавать это Слово, любить в конце концов, потому что только здесь на земле я могу исполнить то, что Всевышний повелел в своих заповедях. Вот этот короткий период времени он мне дан. Если ты еще не пришел, или я, или мы, если человек не пришел к пониманию своего бессилия перед страстишкой другого слова нет, значит, он так и не научился призывать Бога в болезнями, в борьбе с болезнями своей души. Послушайте, вот это понятие, я покаялся в таком-то году. Фу! Вот это удивительно. Да, мы покаялись в глобальном смысле, но мы продолжаем освящение, потому что покаяние это не только метаноя, это все-таки еврейская чува от начала, это не только изменение мышления, это взятие глубочайшей ответственности, это уход и возвращение, которое дается нам по милости и благодати Божией, как возможность, друзья мои, если мы не понимаем, от чего нас спасают, от чего? От бытовых проблем нет, от того, что есть внутри нас, от того, что разрывает нас, от того, что отдаляет нас, от того, что закрывает нас. Мы знаем, что понятие духовной нечистоты это не грязь, в буквальном смысле таме, нечистота, это не грязь, друзья мои, это закрытость от источника, от того, кто дает благо, это закрытость, как танк, который закрывает люк, как окно, которое закрывается жалюзями, вот что значит последствия нечистоты, друзья мои. Так вот, человек, который понимает, что он бессилен перед страстишкой в его душе, и он понимает, что Христос пришел спасти от греха, а не с грехами, он призывает Бога, он призывает искренне, он призывает из самого дна, из самой глубины, он кричит, он плачет, он молится, он взывает к нему, но он не все время плачет и молится, он получает просимое, потому в покаянии изначально, при слезах, уже присутствует у верующих человека глубочайшая радость. Слава Богу! А если не научился, все труднее и труднее. И тогда незаметно могут возвращаться старые интересы. Выясняется, что прошлая жизнь никуда не исчезла, а ее загнали далеко на окраину души. А теперь она оттуда вылезает, выглядывает, выпирает, как хотите, просовывает руку и говорит, я тут, ты думал, что меня уже нет, ты думал, что избавился, не тут-то было, а тут интернет под боком, и можно от главного отлепиться и прилепиться к чему-то другому. И вдруг оказывается, все, что радовало, согревало и казалось истинным, теперь вдруг раздражается, не несет нового. А как я сказал, новое – это благо, а душа не способна его принять. Это самое опасное время, когда мы попадаем в некую рутину, а в нее попадет всякий человек, когда яд обыденности приходит в нашу жизнь, когда отец отпускает своего ребенка, которого он водил за руку буквально, отпускает, чтобы тот научился делать первые шаги, я думаю, что ребенку это не очень-то нравится. Привычнее есть по-другому. Когда тебя мама кормит соски, и вдруг она дает в твою руку вот эту ужасную ложку, друзья мои, дитя сопротивляется, оно не желает эту ложку, а когда оно берет ее в руку, ну, знаете, куда угодно, только не в рот. То есть, мы попадаем в очень непростую ситуацию, казалось бы, когда Господь помещает нас в возможность делать шаги по вере, некоторые шаги, вот тогда и нужно качество мужества, чтобы удержать достигнутое. Имею против тебя, что ты оставил первую свою любовь. Помните, скажет пророческое слово. Держи, что имеешь, написано также в откровении. Итак, в этот период очень важно научиться испытывать, исследовать себя. Основной труд этого периода не упасть, не растеряться и не растерять то, что было достигнуто. Помните, как сказано, насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. 91-й Псалом. Они в старости плодовиты, сочные и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя и нет неправды в нем. То есть, смотрите, насажденные, буквально укорененные. А вы знаете, ученые доказали, что в тот момент, когда сильные бури, деревья начинают углубляться и действительно укоренятся по-настоящему. А вот пересаженное дерево, бывает, что оно не выживает. Или оно перестает приносить добрые плоды. Ведь человек уходящий, он может уйти, так и не попытавшись сделать хоть что-нибудь лучше. Как я сказал, стало ли лучше от меня. А мы меряем, стало ли лучше мне. Вот в этот период нельзя сдаваться, друзья мои. В этот период, когда приходит такое состояние, нужно продолжить духовную учебу. Даже если она вас не радует. Нужно не рухнуть сладкое прошлое, даже если настоящее не доставляет вот такой действительно удовольствия. Нужно зубами держаться, нужно ходить на занятия, нужно молиться от всей души, как можешь, стараться в чем-то разобраться, может быть, не во всем, не браться за все, в чем-то одному, но действительно не оставлять своего упования. Я хочу сказать, что те, кто пришли сюда за спасением, они будут жить во спасении, кого мучает собственная или мучила собственная греховность, кто знает, что кроме видимых грехов в человеке есть много неизлечимых скрытых духовных болезней, которые нельзя излечить самому. Те будут всегда оставаться в церкви, чтобы получить помощь, потому что в церкви, как в храме, а этот храм вы, есть то, что называет Библия общение Духа Святого. Есть то, что составляет общность людей, которые горят вместе, слава Богу, что не синим пламенем, а огнем духовным, которые воистину являются теми моментами их острые углы, помогают подтачивать друг друга, потому что если мы попали в среду людей, Божьих людей, эти люди допущены для нашего исправления. То есть уйти, оставить, это все равно, что оставить семью, оставить дом по той причине, что ладно, найду другую. Люди так делают. Вы знаете, на этом этапе многие делают, как только заканчивается вот этот период эйфории в семьях, многие разводятся. Приходят трудности, когда нужно взяться за основу, люди разводятся. И что? Конфетно-букетный период опять, и они опять разводятся. И редко у кого получается что-либо путное. К сожалению, большинство людей не знает этой тайны бытия, о том, что первый период сменяют период второй, в котором нужно действительно всерьез и мужественно сражаться, потому что именно в такое время начинается духовный рост. Нас приучили считать, что окружающий мир должен нас развлекать, и мы теряем интерес в жизни, когда эти ожидания не оправдываются. Снижаем темп, теряем интерес, но настоящий успех в познании Бога приходит благодаря реальным усилиям, если человек понимает, что сейчас, когда я охладеваю, когда все стало привычно, что на самом деле это рабочая фаза. Именно в этот период ты можешь принести наибольший плод. Именно в этот период ты можешь сделать то, но проще скажу, много раз говорили, какая молитва более ценная, по вдохновению или в трудное время. Вдохновенная молитва очень высоко стоит, но она вдохновенная. Но если человек не оставляет в трудное время, во время тьмы молитву, многие вещи решаются Богом именно по таким молитвам. Если он, когда холод, вы знаете, как тот водитель, который выходит к своему грузовику, это старое время было, сейчас такого нет, и замерзшее, замерзшее все, он берет ручку и начинает крутить. И он крутит и не останавливается, потому что он знает, будет искра, и все заведется. Точно так же не оставляет своего упования. Так вот, друзья мои, если человек понимает, что первый этап был данный ему, то реальные достижения ждут именно на этом этапе, на котором многие разочаровываются. Есть такая замечательная притча из той же серии, может быть, вы ее уже слышали, как один человек нанялся работать, ему сказали, если ты будешь ведрами наполнять бочку, то мы тебя заплатим поштучно за каждое ведро. Сколько ведер принесешь, столько и получишь. Вот он и пошел. Бочка огромная, можно сказать, бассейн. И вот он носит эти ведра, носит, носит, утром приходит, а воды нет, бассейн протекает. Носит, носит, вечером приходит, на следующий день снова встает, воды нет. ужас какой-то. Три раза испытывал это огорчение, а потом уже не знает, что делать, разочарован, решил уволиться. Решил уйти с такой работы. Встречает человека, который оказался мудрецом, слава Богу. Он говорит, что ты такой огорченый? Да как? Я вот ношу, ношу, а воды-то нет. Он говорит, что ж ты так переживаешь? Тебе ж платят не за бассейн, а за каждое ведро. Заметьте. То есть, есть моменты, когда нам платят за каждое ведро. И совершенно то, что произойдет потом, находится в руках Божьих. Только лишь ты должен не унывать. И хотя второй этап похож на спад, мы в нем учимся ходить на самом деле верой. И после этого приходит третий этап, который бы я назвал возвращением любви, но это истинное усвоение. В этом этапе нет уже вдохновения первого и тяжести второго. В этом этапе ты уже перестаешь смотреть идеализирующим взглядом первого и критическим взглядом второго. Но приходит совершенно реальный, осознанный взгляд на окружающий мир без преувеличенных восторгов и без вечных претензий и внутреннее состояние человека становится другим. Так мы приходим к настоящей христианской жизни. Я просто рекомендую всем нам приостановиться и задуматься, заглянуть внутри себя и спросить «А кто я? Зачем я пришел?» А если я осознаю, зачем я пришел в этот мир? Стал ли я тем, кем я должен быть? Ведь внутри меня что-то должно быть. Там внутри действительно должен быть построен наш малый храм, который мы строим своими руками. И каждый из нас интуитивно чувствует, какими мы должны быть. и он в потенциале уже существует и мы будем всеми силами открываться перед Богом, чтобы развить его. Но это возможно только вместе. Потому что мы нужны друг другу. Друзья мои, будем поддерживать друг друга в малом. Будем проявлять любовь именно в мелочах, которые так нужны. Будем хранить благодать с благоговением и страхом, как скажет апостол Павел. С любовью поощряя друг друга к добрым делам. Вспомните вопросы Иисуса. Может быть и вы хотите отойти? Петр ответил, Господи, куда нам идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной. Аминь. возроди. Господи! С хищенем детализм отжим. Вспомните